Ох и далекие же это времена. Взгляните на декорации. Так жили не то что бабушки, прабабушки и прадедушки. Одно слово. Прошлый век. Угарнепа, рапфак, голые общаги, захламленные коммуналки, быт 20-х годов как разруха в головах. И как в этом разобраться зрителю 21 века? Особенно молодому зрителю. С интернетом в голове. Но спектакль задуман молодыми, а молодых и для молодых. Водевильные страсти на бытовой почве. Без всякой идеологии. Сюжеты-то остались те же самые. И люди остались те же самые. Технологии немножечко поменялись, а проблемы остались абсолютно те же самые. Сюжет прост. Две пары молодоженов живут в одной коммунальной комнате. Тогда это не считалось чем-то невозможным. В комнаты набивалось и больше людей. А многие просто скитались по углам. Но главное не это. А сколько же эмоций и стрессов обрушивается на людей, таких разных людей, при столь плотном проживании. И тут важны детали и бытовая психология того времени. А где ее взять актерам, которым чуть больше 20-ти? Лично я немножко не этого времени человек, а того ближе. Ну как-то и родители так воспитали достаточно искренне, по-простому. И от этого и получается эта вся история, что, ну, понятно. Мне вот понятно, как играть в принципе состояние этого человека того времени. Без такого личностного путешествия во времени роль вряд ли получится. Актеры это хорошо знают, но проводят прямые аналогии и со временем сегодняшним. У каждого времени есть свое информационное поле. Но выводы одни и те же. Информация очень агрессивная. Она действительно насаждает. Она действительно подчиняет себя человека. И собственное мнение уходит на второй план. И мы уже забываем про свои собственные эмоции. Про то, что действительно, а что же мы хотим от жизни, от личной жизни, ну, от любви в конечном итоге. Вот чтобы это появилось, чтобы они могли решать свою судьбу сами. Это важно во все времена, какими бы экзотическими они ни казались. А что касается квадратуры круга, неразрешима эта задача только для геометров. А в жизни всегда побеждает любовь. Приходите и убедитесь в этом. 6, 7, 8 ноября в Театре Фест первая премьера нового сезона. Квадратура круга. Сергей Берзин, Константин Химичев. Информационная программа «День». Сергей Берзин, Константин Химичев. Информационная программа «День».